Вы знаете, начинается новая страница в истории России. Это очень важно. Новая страница. В чём её страница? А страница в том, что вот эти сами поправки Конституции, которые все те, кто там выходит, так называемые «забастовщики», в кавычках, оплаченные и так дальше, говорящие то, что им скажут, они переводят к тому, что отменят эти поправки. Это «Северный поток» и так дальше. То есть, как бы достать самое главное. Поправки их трогает. Поправки не те. А Россия хочет заговорить собственным голосом. Не по тем правилам, которые нам говорят. Знаете, это мировые правила. Вначале права человека, а потом всё остальное. Всё так. И права человека должны быть. Но Россия должна говорить своим громким голосом и заявлять, что Россия была, есть и будет. Она не просто на этой грешной земле. Она уравновешивает вот этот бой, который идёт непрестанной за души человеческие. Непрестанный бой идёт. И Россия, действительно сказать, Россия, слава Богу, что мы все россияне. Слава Богу. Поэтому, скажем, я не готовился сегодня сказать, прочитать вам доклад. Но хотел бы, поскольку выпала такая, такая, так сказать, ситуация, и это связано, сказать, с днём рождения Кубанского казачьего хора. И сейчас я с удовольствием прослушал доклад вас, просто сказать, хочу сказать, Сергей Семёнович, вы знаете, замечательный просто доклад, глубокий. Более того, вы назвали имена, имена Ивана Грозного. А Иван Грозный у нас, в общем, вы знаете, не называется. Его нельзя называть. Разве нас не стыдит то, что Ивану Грозному через пять садлёд, великому нашему, поставили там, не знаю, скромный бюст. Уже заговорились всё и всё, нельзя, нельзя, нельзя. Что за нельзя? И чьё это нельзя? И кто это так недоволен, что Иван Грозный создавал российское государство? Кто и почему? Таких вопросов много-примного. Вы назвали. А разве мы не задумываемся, а почему же вдруг орден Александра Невского, фильм Александра Невского, с иконы облетали в годы войны, так сказать, Казанской Божьей Матери и так дальше. Это что? Те самые атеисты советские, которые наши коммунисты, это те, которые и так дальше. Да, коммунисты разные. Эту эпоху перечёркивать нельзя, а надо осмыслить, что это, кто это и чего. Это действительно интересно. И сейчас, когда начинается борьба с заточенной нашу историю, да, и вы занимаетесь историей, это очень правильно. Вот только так доставать и то, что кому-то нравится, и то, что кому-то не очень нравится, нам надо точно знать историю, не выдуманную, не придуманную, не так, которая, так сказать, через всякие экраны посылается, а вот так, которая была на самом деле. Поэтому, скажем, заниматься историей, история, всякая история, это промысел Божий, ничего в жизни, вот Владыка сказал, ничего в жизни просто так не бывает. Знаете, вот коронавирус, она не просто так пришла, она, во-первых, пришла, как всякая болезнь и так далее, для вразумления, кого, чего для вразумления, мира всего, всей вселенной, включая нас, россияны и так дальше, для вразумления. Болезни зачем посылаются? Вот эти все, которые в моей жизни были, вы думаете, что, когда все эти болезни, это что, мои страдания за вирус, за Христа, сбила машина, да и всё, понимаете, но Господь Бог посылает такие вещи, если не просто так и попускает, Он вразумляет, вразумляет меня, вразумляет всех нас, поэтому посылает вот эти самые болезни, страшные болезни, а нам надо думать, 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 что это, не только как сама болезнь, конечно, у нас есть, слава Богу, талантливые ученые, я глубоко убежден, эту болезнь мы победим, как всё победим, нет той, так сказать, силы, которая должна нас одолеть, болезнь, будем болезнь одолевать, не ручки складывать, понимаете, а продолжать, найдём, так сказать, средства, лекарства и так дальше, истелимся, нам надо истелять души и пересматривать сегодня, я помню, как мы когда-то началась перестройка, была некая радость, что было какое-то движение, и перестройка начала, ну, скажем, слава Богу, начали открываться там храмы, и всё прочее, но вы знаете, это всё хорошо, но вдруг доходишь до сути, до какой-то, а там вот как бы на колоку глубина, вроде бы внешняя перестройка, и перестройки, то и нет, поэтому, если брать наш край, у нас край есть очень много, в том числе в культуре, в искусстве, мы сегодня забыли про историю, надо историю каждого, всё, что есть связано с культурой, с историей края, нам надо обязательно знать, вот скажем, кубанский казачий хор, годами внушался, что это, коллектив создан в советское время, да, в советское время, я, так сказать, не буду сейчас рассказывать всю историю, я посвятил этому всю свою жизнь, я, слава Богу, при поддержке губернатора, и по его инцитативе, я хочу, так сказать, вот, как говорится, при людях, и при народах, спасибо, Вениамину Ивановичу, за то, что он дал возможность высказаться мне, так сказать, в тех собраниях сочинений, которые скоро выйдут, и надеюсь, кто заинтересуется, почитает, нам надо знать нашу историю, историю кубанского казачьего хора, я хочу, чтобы все вы, земляки, знали, мы родились 1 октября, значит, это по старому 14 октября, да, по новому 14 октября, на паркова Пресвятой Богородицы, ещё в 10-м году, на сцене, в нашем историческом здании, которое принадлежало как раз войсковому, сказать, нам, мы там родились, отмечали столетие, это зимний театр, вот зимний театр, понимаете, это у нас особое здание, о нём надо написать историю, потому что сегодня история просто переворачивается с ног на голову, здесь у нас, в крайне, там где-то, здесь, понимаете, что, вы что, забыли, что это за здание, вы что, забыли, что там, в этом здании было столько, сказать, тех, которые мученически закончили свою жизнь, а мы их не знаем, я вот сейчас открываю, так сказать, понимаете, архивные, так сказать, документы, ну, сказать, что волосы поднимаются, у меня их просто нет, у меня нечем, так сказать, подниматься, но душа бурлит, вы понимаете как, мы настолько, настолько должники перед теми, кто был до нас, так много погибло людей, мы им ни памятников не оставили, ни какой-то памятной досточки, наверное, то, что есть, нам мешает, что мешает, мешают все несчастные серебрянники, все, что продается, продается за серебрянники, война по существу идет, все хочется сюда, и в красивой такой упаковочке, как-то хапнуть, как-то тихо, а тут сделать, так сказать, благочестивое лицо, и все хорошо, вроде бы и патриот, вроде бы и татат, а сам там потихонечку, и так дальше, вот где, так сказать, собака зарыта, поэтому мы, действительно, сейчас вот открывается, сказать, простор, так вот, кубанский казачий хор, он ведь не создавался, как казачий коллектив, никогда, вот самое главное, так говоря, потому что первый художественный руководитель кубанского казачьего хора был расстрелян, то есть, я занимаю расстрельную должность, вот это самое главное, это самый наш коллектив исторический, единственный в российском государстве, старейший православный казачий коллектив, который претерпел репрессии, жесточайшие, где сейчас работы, репрессия, так сказать, казачества, поголовного уничтожения, поименного, и кто погиб, и кто уничтожал, и кто погиб, и кто уничтожал, поименно, а нет такой истории, вернее, история есть записана, она так где-то лежит, так тихонечко, понимаете, надо все обнажать, и всем тем нашим, так сказать, кто, так сказать, был до нас, все, кто положил душу свою именно за веру, за отечество, конечно, нам надо воздать, вот мы, например, смотрите, стихи, которые записаны в народной песне, народная не изучается всерьез, изучается иногда так, чтобы галочку поставить, не надо, народные песни, они как молитвы, народ никогда, ни один народ, не только там, скажем, русские, там, славянские народы, ни один народ ничего не сочиняет для разврата, возьмите всех, кавказские народы, чеченские, где вы найдете в исламе, чтобы людей просто разлагать, разлагать, ни одна вера не разлагает, понимаете, значит, нам надо знать свою историю, так вот, в истории кубанского казачьего хора, что происходило, такие репрессии, так и так дальше, есть документы, есть имена, и так дальше, достойны увековечения, я уверен, не успею я сделать, сделаю другие, Господь, Бог так сказать, найдет, кому как передать, но это надо делать обязательно, в этом наше спасение, спасение, наше поколение, надо соединять в единство, что такое история, история единства поколения, обязательно, те верующие люди, если открываете в Англии, вот она, скажем, родословная Христа, вот посмотрите, как она идет, сколько, сказать, родов, та-та-та-та-та, перечисляется, и так дальше, мы с вами, не зная своей родовой истории, собственной, мы ее не знаем, мы не знаем истории, так сказать, много-много, но что связано с прошлым, историю надо знать, даже не только, там, скажем, от 17-го года, и не только от рождения, даже Христа, а еще дальше, надо брать всю, от сотворения мира, по сегодняшний день, и это где-то должно преподаваться, потому что, если Библия, это книга, книг, мы ее нигде не изучаем, или что, в детском саде изучаем, нет, в школе нет, в вузах нет, а где, а нигде, и нельзя, поэтому поправки в Конституцию, не просто так, и Запад бесится, не просто так, потому что мы Бога вспомнили, и в Конституцию главным законом, есть Бог, и слава Богу, в Конституции теперь есть, о том же говорили, я учился атеизму, приходил домой, и маме, мои верующие, говорю, я же, знаете, консерваторию, я же там умный, я там, и самое, мама, Бога нет, там наука доказала, какая наука, какая наука, но наука это есть, и там авторы у этой науки есть, имена у них есть, и когда мы говорим, вот лукавый, лукавый, лукавый еще не имеет, и имя конкретное, потому что лукавый, лукавый хорошо, но каждому, кто употребляет в лукавую, мне хочется сказать, только скажите, назовите, а вот есть, кто лукавый, на конкретном примере, вот лукавый, а вот не лукавый, у нас только общее, общее надо тоже знать, оно так и есть, Но мы же не доходим до этого. Поэтому история кубанского казачьего хора, она уникальна. И поэтому, смотрите, мы родились как певческий хор, тогда ещё Черноморское войско. В 60-м году, 1860, оно стало кубанское казачье войско. И история кубанского казачьего хора, вот такая, как есть, не изучается по той причине. Они, в принципе, если упоминается где-то вскользь, оно не стало программой. Историю кубанского казачьего хора не знают все работники, скажем, Министерства культуры. Все. Ни одного слова не знают. Я книги давал. Вы по должности обязаны заниматься этим. По должности вы за это зарплату получаете. Историю надо знать, брать на вооружение. И тогда, так сказать, мы будем работать все с вами в содружестве. Поэтому, вот как, Владыка, у вашей проповеди прекрасной, которую вы начали, вы начали с того, что разделяя властвует. Совершенно точно. Чего хочет враг? Враг хочет разделить нас. Каждый делает, как атом. Знаете, атомы вот так разбрелись и так дальше. Разделить. И даже коронавирус разделяет нас. Понимаете, тут есть, так сказать, то, что от того самого лукавого. Разделить. Чтобы мы составляли друг по другу. Мы это преодолеем. Разделять, 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 разделять. И разделяя властвуй. Вот закон. И где-нибудь что-нибудь так, это все наша молодежь знает, кто это, чего, кто-то за этим стоит. По фамильному, по фамильному, по именному. А пока говорим общими словами, все прекрасно, все такое, не поспоришь. Там все написано и так дальше. А как перенести? Или скажем, ну наше законодательство отмечало там какой-то праздник. Перед началом праздника одна песня на английском языке, вторая на английском, третья на английском, четвертая на английском. Я там сказал, соседи со мной сидели, не буду называть именовской. Вы знаете, я прежде не хожу в Англию или так дальше. Понимаете, сейчас начинается, отмечается там юбилей законодательного собрания. Где я сижу? Я хотел встать и выйти, понимаете, просто пройти, прошканделять туда. Я не могу это слушать. Я здесь, на Кубани, в православной, сказать, среде. И вдруг, и бесконечно на английском языке. Я ходил, спрашиваю, вы знаете, о чем они поют? Кто знает английский язык, чтобы так перевести? А никто не знает. Но те, кто поют, те знают, о чем они поют. Знают. Поэтому, дорогие мои, борьба духовная есть, была и будет. И мы стоять будем. Каждый покажет. Поскольку здесь, в основном, здесь и батюшки, и, как я вижу, еще молодые люди, и казаки, братцы. Мы, братья казаки, мы так часто бываем, так сказать, в храмах. Мы везде там говорим, и даже то, что называется, ряжены, оделись, так стоим, вроде бы каждый казак сейчас как пойдет. Вы знаете? А вы так задумаетесь, каждый на себя прикиньте. Мы уж такие-то, такие сильные, такие верующие, как мы иногда заявляем себя для показа. Для показа все умеют. И чем там похитрее, тем половчее, тем пытаются представить, что они там какие-то. Братцы, казаки, мы ведь самое главное. Мы-то с вами верой даже заниматься очень серьезно. И быть к этому очень строгий. Сначала зайди. Понимаете как? Вот мы делали такой, начали делать танец, а балетмейстеры, далекие, так сказать, от веры. И принимают в казаки, спрашивают, водку пьешь, пью, дальше сало и сы ем, ну тогда давай, вступай в казаки. Тогда ему сказали, вы что, набираете какой-то, пойдем дальше грабить и пить, гулять, да? Так, разводка, так значит, что гульба. А казаки так спрашивали. Поэтому, например, это абсолютный факт. Ты в Бога веруешь? Верую. А ну, перехрестись, перехрестимся. А если за веру православную тебя колесуют, четвертуют, или на кол посадят, принять веру у мэрте готовы? Готовы. Более того, говорит, мы там скажем, дида, значит, сейчас скажу, на кол посадили, да? Значит, это самые страшные казни. Казаки выбирали самую страшную. Значит, колесовать это в колесо и вертеть. Четвертовать руки, ноги и так дальше. А на кол посадить, это наиболее мучительная казнь. И тогда казак говорит, моего прадеда на колу, моего деда, моего батюшка, я хочу, чтобы и мэне на кол посадили. Вот это вера. Я вот тоже вам говорю, но могу сразу сказать, чтобы не показался. Если меня на кол посадят, а я не знаю, хватит меня. Буду просить Господа Бога, Господи, помоги мне. Помоги мне. Понимаете? А то я так говорил, так призывал. Не дай, Господи, того момента, когда я предам тебе, Господи, дай мне силы. Поэтому вот что такое казачество. Это никто нигде не изучает. А те, кто сейчас занимается казачеством, сейчас, слава Богу, есть поправки конституции. Все, что касается начальства, руководства, структуры, включая, так сказать, наши силовые структуры и так дальше, будем обсуждать всех. Кадры решают все. Так сказал, так сказать, тот же Сталин. Кадры решают все. Поэтому кадры надо, все те, которые руководят, их надо очень тщательно и знать мнение народа. Вот, скажем, прошло, скажем, день работников сельского хозяйства. Вы все смотрели телевидение, вы все плакали, рыдали и так дальше. Там все время прыгали, 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 а показывали тем самым, которые пахали, сеятели и так дальше. Они ждут, что что-то задушевное будет, что-то родное, может, песня. А им показывают, навязывают. Откуда навязывание вот такое в культуре? Причем с главных экранов это идет. Ну, Господи, у нас же есть государство. Государство защити, защити тех, кто стоят на позиции. Потому что я много раз говорил, что патриотизм запрещен. Вот в Кубанском казачьем хоре, Царство Небесное, Алексей Мелехов, вот он пел песню. Я иногда рассылаю. Я свидетель. Мы взяли Россия. Он приезжал туда раз, второй раз, третий раз. И на сцену не выпускали. Как раз вот когда начался вот этот 20... Ну, когда был развал Советского Союза. Смотрите, какие стихи. Ты иммигрант, он иммигрант. Сколько вас таких? Вы уезжаете. Ты ведь не рад. Слезы блестят. На кого Россию оставляете? А в России снова холода. А в Россию ломится беда. Никто, кроме нас, никто, кроме нас, Россию не спасет. И дальше там идет. И вот с этим, вот эта песня. Я ее раз, Алексей рыдал в гостинице. Я дома, в России, рыдал. Я не могу спеть о том, что я землю эту люблю. Люблю до смерти. Нельзя. Потом я взял и резал на себя. Последний раз я объявил. Я прямо объявил в зале. Сейчас будет исполнена запрещенная песня. Все раз. О безграничной любви к Отечеству. Безграничной, беспредельной. Но опять нельзя. Патриотические запрещены. И вдруг я слышу, Владимир Владимирович ставит. Патриотизм. Что есть патриотизм? Жертвенное служение Отечеству и Господу Богу. Людям только так. Наконец-то, понимаете. Патриотизм должен прийти в Россию. Патриотизм. Но вот тот самый националист. Владимир Владимирович всегда подчеркивает. Квасной. Это что? Квасной, когда только мы наше. А вот это все не наше, уже не наше. Нет. Мы те самые патриоты, которые еще слово интернационалисты. Россия вся единый корабль. А Россия вся единая лодка. Вся. Без исключения. И те, и правые, и левые, и сектанты, и так дальше. Все. Все это Россия. Как нам быть? Каждый будем одеял на себя. Вот это и хочет тот самый лукавый. Имеющий персональные имена. Так и хочет. Разделяя власть. Нет. Мы не будем с вами разделяться. Пока живы, мы будем вместе. Поэтому я рад, что эти проходят здесь. То, что сказать, здесь присутствуют, так сказать, уважаемые, достовожаемые, так сказать, люди. Важно только, потому что из тех, кто приходил, да, замечательное выступление. Вот сейчас прочитал, да, Сергей Семенович. Если он останется где-то так, по разным причинам дальше не пошло. Надо, чтобы это доходило до каждого. Чтобы потом взять, тем более, сам педагог, учитель, кто там, там, профессор и так дальше. Чтобы туда учить, понимаете, это записано. Потому что чему мы детей научим, то и будет. Понимаете, вот заложим им так. А разве мы не затронем то, что, сказать, там, Греф уже, кстати, со всех трибун говорит. А зачем еще учить надо, зачем? Нам же надо манипулировать, так сказать, общество. Манипулировать надо. Как мы тогда будем народом? Значит, важно, чтобы народом манипулировать. А мы не хотим народом манипулировать. А мы спрашиваем у народа и говорим в Конституции, что источник власти – народ. Вот. Поэтому народ должен знать, что он хочет услышать, что он хочет в искусстве. А не навязывать ему, так сказать, полуголым или голым, простите, и так дальше, выходить. И навязывать, что петь, проводить мастер-классы и так дальше. Поэтому у нас есть история, у нас есть то, что создали наши достовожаемые предки. Они создали так много, так много, и передали его нам. А мы должны быть достойны их славного имени и в меру наших, пусть самых скудных возможностей, но только продолжить то, что было сделано нашими прапрапрадедами, прапраотцами. Продолжение следует...